Продолжение следует... В послании к Федеральному собранию приоритетом определил благополучие людей и достаток в российских семьях. Буквально цитата. Мы впервые в новейшей истории смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Эта норма начнет действовать с 1 мая 2018 года, что позитивно скажется на доходах около 4 миллионов человек. Это важный шаг, но не фундаментальное решение проблемы, сказал Владимир Путин. Как вы прокомментируете эти слова? Если говорить о том, что это действительно для России исторический момент, то для Якутии, наверное, это вдвойне. Потому что впервые в Якутии и в районах Крайнего Севера переменяется дополнительно северный коэффициент и надбавки. Если мы до этого момента, до 2018 года исходили, что и прожиточный минимум, и минимальная заработная плата на уровне региона включает в себя уже коэффициенты и надбавки, то в новых условиях уже по решению федеральных органов власти, по поручению Путина, это один из ключевых моментов, наверное, поддержки Крайнего Севера, в целом и Якутии, в частности, это не включение состава МРОД, северных коэффициентов и надбавок. Они туда накручиваются дополнительно. И, соответственно, мы по 2018 году говорим о том, что если в 2017 году минимальная заработная плата была равна прожиточному минимуму, то сегодня с 1 января по 1 мая прожиточный минимум, значит, минимальная заработная плата, минимальный размер платы труда превышает прожиточный минимум в республике в 1,4 раза, а с 1 мая она будет вообще превышать 1,7 раз. Это один из таких ключевых, наверное, принципиальных решений федеральных органов власти, нашего президента, именно поддержки районов Крайнего Севера. Она предполагает, в первую очередь, не просто фиксированное повышение заработной платы, а именно внесение системных решений, которые будут позволять и в дальнейшем повышать заработную плату для всех. При этом мы знаем, что, ну, многие, наверное, знают, что до 1 мая сегодня минимальный размер оплаты труда, включая НДФЛ, 23,723 рубля, это до Полярного круга, а с 1 мая текущего года мрот будет составлять, минимальный размер мрот, 27,908 рублей. И это, вот если говорить о каких-то, ну, ключевых социальных последствиях этих решений, это, в первую очередь, конечно, снижение бедности целыми в России и в Якутии, в частности. Я думаю, что, ну, сегодня, конечно, ключевой посыл сегодня и ключевое направление работы – это повышение реальных доходов населения, снижение бедности. В этой части повышение мрот будет играть ключевую роль. Какого объема вот этой финансовой потребности на реализацию? Да, ну, мы говорим только о бюджетной части пока. Мы считаем, что около 42 тысяч человек будут охвачены, если говорить о бюджетниках, это 118 тысяч человек, в целом, примерно, в республике, работников бюджетной сферы. Из них будут охвачены 42 тысячи только в части повышения минимального размера платы труда, и 57,5 тысяч будут охвачены в рамках повышения заработной платы для целевых категорий, по майским указам. Это фактически 100 тысяч человек будет охвачено. Если говорить о республике, она же, вот, мрот касается не только бюджетной сферы, а в целом всех работодателей. И, соответственно, по нашим прогнозам, фон оплаты труда республики только за счет повышения минимального размера платы труда увеличится примерно где-то на 40 миллиардов рублей. Это очень большая сумма. У нас, допустим, по прогнозу в 2018 году составляло 240 миллиардов рублей, прогнозируем около 280 миллиардов рублей. И, соответственно, все эти деньги должны быть влиты в экономику, это на потребление, это повышение потребительской способности населения, соответственно, это поддержка среднего, малого бизнеса для тех предпринимателей, которые работают на территории Якутии. И, соответственно, я думаю, что в целом, конечно, будут проблемы с точки зрения соблюдения этого законодательства со всеми работодателями. Многие вызывают опасения, что такой уровень заработной платы, минимальной заработной платы, будет повышать стоимость услуг, товаров и так далее. Есть определенные такие моменты. Но в целом мы должны, во-первых, соблюдать федеральное законодательство, во-вторых, экономика должна быть адаптирована к высокой заработной плате, в первую очередь минимальной заработной плате в республике. Это ключевые условия экономического развития в таких суровых природно-климатических условиях. И, в-третьих, конечно, и мы, органы исполнительной власти республики, федеральные контрольно-надзорные органы будут усиливать, условно говоря, добиваться соблюдения этого законодательства. Зарплаты в конвертах станут меньше? Ну, с этим надо бороться. Мы понимаем, что эта проблема присутствует. И до повышения мрота она была. Нельзя игнорировать эту проблему. Но, в целом, зарплата в конвертах – это только улучшение ситуации с работодателем. А сам человек, когда получает заработную плату в конвертах, он лишается определенного трудового стажа с точки зрения пенсионного законодательства и иные какие-то поражения в правах он все равно имеет. Поэтому законодательно мы должны, ну и вообще в жизни должны добиться, чтобы зарплата была белая, чистая, и все положенные для человека, значит, последствия официальной работы он ощущал уже и в будущем. Но все-таки социальные показатели в связи с повышением мрот будут положительны. Да, мы очень надеемся. И для этого есть все предпосылки, для того, чтобы произошел рост реальных доходов населения. Именно реальных доходов населения – это первое. И второе – это снижение бедности, снижение уровня бедности в нашей республике. Вот президент России в послании также сказал о необходимости обновления структуры занятости в стране. На ваш взгляд, что должно измениться? Ну, это, наверное, тоже один из, ну, это, наверное, ключевой показатель, вообще в целом социально-экономическое развитие, вовеличенность большинства населения в социально-экономическом развитии республики. Сегодня по линии экономики у нас везде наблюдается рост. Идет рост валово-оригонального продукта, идет рост промышленного производства, идет рост инвестиций в основной капитал. Но мы понимаем, что основные экономические показатели – это крупные инвестиционные проекты. Поэтому на текущий момент, ключевой момент – это вовлечение населения в этом плане. Это, во-первых, заработная плата, понятно, да, это занятость, это, значит, повышение качества жизни. Здесь, если говорить о занятости, то мы понимаем, что, первое, значит, это развитие местного производства. Это такую задачу глава нам поставил уже давно. Работа ведется. В этом году будут созданы механизмы для поддержки, именно финансовые механизмы для поддержки местного производства. Это одно ключевое направление. И второе – это, конечно, обеспечение экономического роста нашими местными кадрами. Здесь вопрос в чем? В том, что мы 20 лет занимаемся тем, что жители республики Саха-Якутия должны быть трудостроены на крупных промышленных предприятиях. Здесь есть определенные проблемы с точки зрения подготовки специалистов, качества подготовки специалистов, их компетенции, квалификации. И сегодня, допустим, если говорить о структуре рабочей силы, глава дал поручение на увеличение контрольных цифр приема среднеспециальных образовательных учреждений ежегодно до 2020 года на тысячу человек. Это мы должны довести. Сегодня на первый курс среднеспециальных образовательных учреждений примерно принимаем 7 тысяч человек. Должны довести до 10 тысяч человек. Потом внутренне мы, конечно, будем ориентировать на такие востребованные в нашей республике специальности, особенно горные специальности. Во-вторых, повышение качества обучения не может быть в отрыве от дуальной системы образования. То есть, когда ребенок или студент более 50% рабочего времени, учебного времени, я прошу прощения, проводит на производстве, получает конкретные навыки и конкретный опыт работы. В этой части, конечно, мы должны отрабатывать. Сегодня по структуре безработицы есть определенные вопросы. В сельской местности у нас очень хорошая демография. Соответственно, избыток рабочей силы мы чувствуем. А в промышленных районах у нас его не хватает. Вот Якутия уникальна. В отличие от других дальневосточных регионов, у них действительно не хватает абсолютно рабочих рук. У нас есть рабочие руки, мы их должны обучить и направить. Сегодня есть проект местной кадры промышленности, она работает. Предусматриваются определенные объемы подготовки и попров подготовки. Я думаю, что 2018 год, как по поручению главы, мы должны создать именно долгосрочные механизмы обеспечения промышленности нашими рабочими кадрами. А вот вы начали как раз говорить о дуальном образовании. Все-таки глава республики уделяет особое внимание развитию одаренных детей. Президент страны в послании также сделал акцент на развитие системы доп. образования и центров детского творчества. Какие в этом направлении достижения в республике, что дальше необходимо развивать нам? Ну вот система образования, она, конечно, мы всегда гордились и гордимся системой образования. В Якутии очень такая передовая система образования. Но вот именно образование, оно сталкивается с будущими вызовами. Вот сегодня она сталкивается с теми вызовами, которые будут в будущем. Потому что молодые люди, которые сегодня учатся, ну или там пятом, шестом классе общеразательной школы, они через пять-шесть лет выйдут на рынок труда, а это уже будущие вызовы. Поэтому сегодня, в первую очередь, идет повышение качества образования. И не просто такого логического образования, то есть дважды два-четыре. Именно soft skills, так называемые, это умение работать в команде, коммуницировать, умение работать в группе. Развитие лидерских навыков, это один такой крупный блок. Второе, сегодня IT-образование, оно не просто предмет в школе или как отдельная отрасль экономики. Это, наверное, уже как язык, это уже некая такая необходимая составляющая для каждого человека, для каждого молодого человека, в первую очередь. Потому что любой инженер, врач, учитель, любой специалист, если он будет обладать хорошими знаниями о IT-технологиях, это, в первую очередь, будет его конкурентным преимуществом. Он всегда будет идти впереди, он будет иметь возможность получать повышение в работе, реализовать себя в том направлении, где он выбрал себя. Так, каких показателей мы все-таки должны достичь вкратце? Вкратце, мы, конечно, должны охват дополнительным образованием перевысить до 70%. И сегодня в этом направлении в республике идет очень серьезная работа. Вы, наверное, все слышали, что в Якутии один из немногих регионов России, где реализован проект «Кванториум». Кроме того, сегодня мы строим, будет построен крупный центр дополнительного образования «Дети Арктики». Будет реализовано расширение Малой Академии наук. И вот эти мероприятия, я думаю, что повысят конкурс, поспонус наших детей. Алексей Прокопич, да, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Я напомню, что в студии «Актуальное интервью» был заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Алексей Дичковский. Республика Саха-Якутия